Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Главные темы сегодняшнего выпуска. В столице состоялись первые слушания по делу о вооруженном нападении на инкассаторов в мае этого года. В Тирасполе прошла встреча спецпредставителя ОБСЕ Радой Кабагоевича с главой МИД региона Ниной Штански. Швеция признала Палестину независимым государством. Подробности этих и других событий далее. Итак, 30 ноября – последний день, когда партии «Независимые кандидаты» могли подать документы для регистрации в Центр избирком. У тех же, кто уже включился в гонку, есть 30 дней на предвыборную агитацию. На данный момент ЦИК зарегистрировал 18 партий, один избирательный блок и одного независимого кандидата. Партия «Патриоты Молдовы» и активист Олег Брега пока ждут регистрации. Еще 13 человек взяли в ЦИКи подписные листы. Согласно закону, партии могут вносить изменения в списке кандидатов не позднее, чем за неделю до выборов. К предвыборным новостям мы еще вернемся позже, а пока перейдем к другим новостям. В Тирасполе сегодня состоялась встреча спецпредставителя ОБСЕ Радой Кабагоевича с главой МИД региона Ниной Штански. В ходе дискуссии посредник сообщил, что озабоченности Тирасполя, озвученные на днях, были переданы Кишиневу. Но реакции на заданные вопросы так и не поступило. Напомню, ранее преднестровская сторона обратилась к нему с просьбой донести до молдавских партнеров озабоченность по вызывающим большую напряженность вопросам в области свободы передвижения и экономического взаимодействия. А также о том, что невозможно находиться за столом переговоров, когда принцип равенства нарушается и одну из сторон переговоров считают преступником. Во время сегодняшней беседы Штански в очередной раз заявила, что на подобных встречах должны присутствовать все участники переговора формата 5 плюс 2, так как существует немало общих проблем. Получается, что сейчас, в условиях, когда не видно никакого прогресса в общении с молдавской стороной, мы ведем более интенсивный диалог с Россией, которая является страной-гарантом в процессе регулирования и нашим стратегическим партнером, подчеркнула Нина Штански. Но вернемся на правый берег нашей страны. Газопровод Унгин и Яса готов на 99%. Такое заявление сделал министр экономики Адриан Канду в рамках рабочего визита в Унгенский район. По его словам, цена на голубое топливо, поставляемое через эту систему, будет объявлена в ближайшее время, после утверждения Национальным агентством по регулированию в энергетике тарифа на транспортировку газа. Напомню, изначально планировалось, что первые поставки голубого топлива по газопроводу Унгин и Яса начнутся в сентябре. О других важных событиях, происходивших сегодня в Молдове, в том числе, как и обещали о новостях предвыборной кампании, расскажем в рубрике «Короткой строкой». Заместитель председателя партии либерал-реформаторов Татьяна Патынг прокомментировала переход 20 членов политформирования в ряды демократической партии, назвав его небольшой потерей, поскольку все они были довольно пассивными и не вносили свой вклад в дело партии. Похоже, что и прошлых, и нынешних представителей власти почему-то интересуют члены ЛРП, добавила Патынг. Член политформирования Патрия Рината Усатый, чье имя в электоральных списках значится первым, заявил, что этот самый список будет пополнен еще одним именем генерала Николая Алексея. По словам Усатого, запрос по этому поводу будет направлен в Центральную избирательную комиссию уже сегодня. Бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Асталеп убежден, что на нынешних парламентских выборах победят партии левого толка, если, конечно, голосование пройдет без эксцессов. Такое заявление он сделал в рамках передачи на одном из телеканалов. По его мнению, в законодательный орган пройдут шесть политформирований. Кроме того, Асталеп подчеркнул, что власти должны прислушиваться к мнению всех граждан страны, поскольку Молдова является многонациональным государством. В противном случае не избежать волнений и конфликтов в обществе. Заявление Анны Гудс о необходимости отказа от Приднестровья и присоединения оставшейся части Молдовы к Румынии – политический бред. Такое мнение высказал экс-министр госбезопасности Анатолий Плугарум в интервью одному из новостных порталов. Если это часть предвыборной кампании, то это дважды бред, поскольку лишь незначительная часть населения Молдовы придерживается такого мнения. Либо же это часть кампании по подготовке общества, например, к официальному вводу войск НАТО. Мало того, если после выборов у них опять будет парламентское большинство, они запросто за это смогут проголосовать, заявил Плугарум. Председатель ЦИК Юрий Чикан заявил, что молдаване, проживающие или работающие в других странах, смогут проголосовать 30 ноября на базе двух документов – заграничных паспортов и удостоверения морякам. Последний в том случае, если человек является работником в этой сфере. Кроме того, ЦИК рассмотрит возможность голосования по паспортам с истекшим сроком действия, как это уже практиковалось в предыдущие годы. Хотя в настоящее время закон позволяет голосовать только посредством действительных удостоверений личности. Президент Румынии Троян Басеску заявил в среду, что после парламентских выборов в Молдове он приедет в нашу страну и подаст заявление на получение молдавского гражданства. По его словам, визит уже согласован с президентом Николаем Тимофти. 2 ноября в Румынии пройдут президентские выборы и поездка в нашу страну, говорит Басеску, который по закону не может баллотироваться на третий срок, будет прощальной. С понедельника, когда социалисты объявили о начале акции протеста по всей стране, манифестации уже прошли в Бельцев, Дроки, Дандюшанах, Опнице, Фалештах и Единцах. Протестующие выражают недовольство тем, что правительство приняло решение открыть в России всего пять участков для голосования на парламентских выборах 30 ноября и запретило голосовать по советским паспортам. Сегодня состоялось первое заседание суда по делу о вооруженном нападении на инкассаторов, которое произошло в мае на территории одного из торговых центров столицы. На скамье подсудимых четверо подозреваемых, которые до настоящего времени находились под арестом. Напомним, 30 мая этого года столичная полиция была поднята по тревоге после того, как несколько человек в масках и бронежилетах напали на автомобиль одного из банков, в котором перевозились деньги. Грабители открыли огонь по инкассаторам, забрали более полутора миллионов леев и скрылись. Водитель погиб на месте, остальные охранники получили тяжелые ранения. Через месяц с лишним после ограбления злоумышленников задержали. Если их вину докажет судей, им грозят длительные сроки заключения. Евросоюз выразил готовность увеличить число проектов по модернизации энергетического сектора Молдовы, основываясь на современных технологиях. Об этом сообщил менеджер проекта ЕС Александр Дарас. Наши действия направлены на модернизацию сектора, увеличение экономии энергоресурсов и поиск выгодных цен на их закупку. Для реализации проекта необходима техническая поддержка, улучшение законодательства, а также число безвозмездных программ и крупных проектов, как газопровод Ясунген и отметил Дарас. За последние три года ЕС выделил нашей стране на модернизацию энергетического сектора свыше 36 миллионов евро. Печальное известие пришло сегодня. В Кишиневе на 66-м году жизни скончался известный журналист Константин Тенасси. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Врачи отказываются общаться с прессой и говорят, что семья позже выступит с заявлением. Ранее Константин Тенасси перенес инфаркт. Перейдем к обзору событий, происходивших сегодня за пределами нашей страны. Несколько сотен людей перекрыли движение на одной из улиц Киева, пытаясь привлечь внимание властей к отсутствию в их домах отопления горячей воды, передает агентство УНИАН. Жители одного из районов города утверждают, что несмотря на начало отопительного сезона, в их домах до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды, а с 19 октября наблюдается перебой с подачей электроэнергии. По словам возмущенных людей, они неоднократно обращались в связи с этой проблемой к органам власти, однако до сих пор никакого ответа не получили. О других международных новостях расскажет рубрика «Вокруг света». Россия и Украина согласовали базовые условия возобновления поставок газа на Украину в зимний период. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил глава Министерства энергетики России Александр Новак. Украинская сторона подтвердила наличие средств для оплаты текущих поставок газа в ноябре-декабре в объеме 4 миллиардов кубометров. Премьер Арсений Ценюк на сегодняшнем заседании Кабмина заявил, что уже доставленный из России на Украину газ будет оплачиваться по цене 268 долларов за 1000 кубометров. Премьер отметил, что на Украине для этого на счетах находится свыше 3 миллиардов долларов финансовой помощи МВФ ЕС. Спикер парламента Венгрии Ласло Ковер заявил, что страна может пересмотреть свое членство ЕС, поскольку объединение государств диктует ей свои условия. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на издание «Евроактив». В то же время Ковер сказал, что если Брюссель будет указывать стране, как нужно управлять, то он уподобится Москве образца 1989 года. По его словам, если так, то Венгрия может покинуть Евросоюз, но это худший сценарий. Оппозиционные партии и политики Венгрии осудили спикера за эти заявления и призвали премьер-министра страны Виктора Орбана дисциплинировать Ковера. Швеция признала Палестину независимым государством. Об этом сегодня объявила глава Министерства иностранных дел страны Марго Твальстрюм. Намерение признать Палестину государством высказали шведские социал-демократы 5 октября. Два года назад право палестинцев на самоопределение признала Генеральная ассамблея ООН, присвоив Палестине статус государства-наблюдателя. В середине октября Палестину признала суверенным государством Великобритания. Жозе Мануэл Борозу провел накануне последнюю конференцию в качестве председателя Европейской комиссии. Он занимал этот пост в течение 10 последних лет. Новым главой комиссии стал 59-летний член христианской демократической партии Жан-Клод Юнкер, который считается одним из влиятельнейших европейских политиков времен Франсуа Метерана и Гельмута Коля. В заключении, как всегда, информация от Национального банка Молдовы о курсе валют. Итак, лей значительно укрепляет свои позиции по сравнению с евро, который упадет на 21 бан, до 18 лей в 57 банов. Хоть и не так значительно, всего на 4 пункта опустится также и румынский лей. Он завтра будет стоить 4 лея 20 банов. В то же время доллар сохранит свои сегодняшние позиции. Его стоимость по-прежнему составит 14 леев 75 банов. На том же уровне останутся также украинская гривна 1 лей 13 банов и российский рубль 35 банов. Таким был этот день. Напомню, все эти и многие другие новости Молдовы и из-за рубежа более подробно представлены на сайте нашего телеканала rtr.md. Заходите, читайте, комментируйте. Я же Алиса Коряк на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.